всем привет 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 блесну сегодня геометрии подготовила несколько дизайнеров буду геометрии вам показывать ну вот как то так девочки я тут тренировала новую технологию ну что скажете в принципе ну я понимаю да что как бывает и круче но я считаю что тут уже результат более или менее хороший но я хочу сказать что вот это мои первые попытки но это кстати на фиоры такие достаточно здесь такие тона по спокойней так и еще одну штуку вам хотела показать баночки вы так думаю что помните да такая фольгу шечка мы ее там запихивали вот так вот вот что из нее девочки получается кто хочет вот так сделать все очень просто представьте что это тоже юки но только единственный какой момент я наносила ее точно также на топ без липкого слоя наносила на космопрофи в пузырёчки которые финиш мой вот такой вот а вот этот вот такой космопрофи вот и наносила его этот дизайн прям вот так одним так сказать пластом до разравнивала а потом вот этой своей силиконовым там копытцем вот вот все это дело как обычную втирочку я вот так затирала ну как вам это еще я даже не покрыла пока что еще топом просто вот прямо очень хотелось мне вам это показать так ну что возьмем какой-нибудь оттенок давайте я возьму палитрочку беру карандашик по бафила да на гатулечку вы можете там например фон какой-то сделать будет у вас там камуфляж или что там по бафили взяли обыкновенный карандашик и начинаю намечать значит смотрите карандаш в чем преимущество как бы вы не полимеризовали его он у вас никогда не засухнет это первое да второе вы всегда можете точно так же обезжиривателем свои намёточки все потереть которые нужно я например на ногти на ногти это делаю простым вот корректором вы знаете я вот корректор этот просто если честно обожаю всегда очень легко им подтирать все что угодно мне все он растворяет да как бы подбирает поэтому здесь на кипсики если меня было покрыто тогда бы я им как бы воспользовалась но то но так как у меня не покрыто у меня вот этот карандашик просто будет растворять кипсинку но я вас так предупреждаю на всякий случай чтобы вы знали дальше я начинаю заполнять но значит смотрите какая фишка вы можете вот для этих своих дизайнеров я использовала юки прямо юки их брала в базочку опускала их потом вылавливала я думаю что я при вас тоже такое дело сейчас я возьму салфеточку смотрите да просто вот такие жесткие салфеточки что я делаю я так сказать приобрела вот такой вот гель-лак номер у меня здесь 36 глиттера называется значит смотрите что я делаю это вот такой гель-лак вот такой гель-лак значит чтобы из него всю вот эту вот базу да ну то есть вот эту прозрачную основу так сказать ну лишнюю убрать беру вот так вот и вот на эту салфеточку копаем вот так сделали она начинает питаться впитывается дальше я возьму вот такой допустим кисточку тоже там где дизайн и покупала это кисть не натуральная поэтому мы ее можем промывать в обезжириватель и остаются практически только блёсточки сейчас я ими начну я взяла специально покрупнее есть у них там помельче начинаю как бы заполнять вот значит смотрите по 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 вот этому делу что вы еще хочу сказать да что в принципе с гель-лаком конечно намного проще вот так вот но если честно я бы его еще плотнее сделала то есть капнула бы побольше прям хорошенечко размещала размешала 1 размешала да и потом уже прямо распределяла бы и по побольше так давайте возьмем белый белый гель-лак фиоры белый ладенько смотрите да а если вы переживаете за то что ваши например цвета плохо смешаются или вообще не смешаются то просто можно в них добавить белый да ну я имею ввиду с сойдутся вот в принципе вот здесь очень неплохое сочетание посмотрите достаточно симпатично смотрится я так думаю что я даже белый можно не добавлять хотя не знаю можно и добавить немножечко беленького сейчас попробую чуть-чуть до вас сбоку если мне понравится то оставлю с белыми если нет то нет ну вот если честно если выбирать если выбирать я бы выбрала бы вот такой яркий все здесь треугольничек мы закрашиваем видно надеюсь да что делаем в принципе в общем то меня как бы устраивает можно немножечко чуть-чуть подровнять да ну в общем то все неплохо так фиолетовый фиолетовый это 291 фиоры очень-очень мне понравился закрашиваю свои полосочки до намёточки ну посмотрим что получится с желтеньким сейчас еще желтенький добавлю и все можно немножко зафиксировать 300 это желтенький ну что а теперь под барабанную дробь я выберу кисточку вот у меня есть две статаны лавские кисточки вот такие и возьму красочку черненькую тоже у меня есть такая тот ней лавская красочка черненькая и красочка очень я люблю если честно для этого я девочки использую кисти подлиннее потому что длинные линии я могу рисовать только длинными кистями если вам нужно что-то потереть у вас что-то не получилось просто берете и вытирает и очищаете салфеточку просто знаете я вот в таких дизайнах но иногда делаю еще вот здесь как-то образ более завершенный получается вот так ну как то так все сушу сейчас покрывает топиком формула профи есть поэтому покрою и и под выровняю поверхность наш дизайне готов сушу за ты пока что посушу хорошенечко давайте знаете еще что хотела попробовать сейчас возьму еще одну тип сумочку и хотела взять у них тоже как мне есть витраж будет час элемента с этим с градиентом значит смотрите точно так же беру вот этот вот глиттер так сказать и про и покрою немножко так сказать под уберу лишнее ну вот как тоже мне кажется получше как как вы считаете да сделаю еще так сколько у меня тут внутри точно ну что сдавайте покроем я уже так не буду здесь заморачиваться я тут теперь возьму пожалуй такой вот какой-нибудь тот же тоже от них глаз эффект это у них витражики нанесу кисточку вот такую вот гребешок просушу я вот так делаю обычно вот смотрите как симпатичненько правда получается можно здесь принципе сейчас немножко просушить и сверху еще чуть-чуть добавить ну поярче до чтобы было так еще один типсик пошел в печечку и я сейчас еще одно сделаю хорошо хорошо вот вам и сегодня и градиентики получились да так вот мой дизайник который наш первый так еще раз чуть-чуть яркости вот сюда добавлю чтобы не розовенькая до было как-то более более красненькая так и берем следующий оттеночек это был десятый цвет у них а сейчас давайте возьмем тридцать пятый такой бутылочное стекло зелененький темно-зеленый симпатичным тоже кстати смотрится так лампушка пока шушим тоже здесь еще одно сделать так следующий номер какой у меня тут есть давайте этот что фиолетовенький у меня тут есть 39 видите в принципе вот эти дизайны вообще легко и просто как бы делаются и 17 тоже красненький он как думаю что то же самое получится в принципе ну что посмотрим мы этот цвет вкусненький тоже но чуть-чуть другой давайте потом сравним до их принципе распределился вот так вот так можно чуть-чуть тоже его потемнить и так что у нас тут вышло этот больше с розовым а тот больше с оранжевым с фиолетовеньким и фиолетовенький прям в тему можно даже сделать градиенты прямо внутри эти дизайны ну что девчонки принципе все что я сегодня вам хотела показать рассказать все я вас целую с вами была ирина бог а Продолжение следует...